Контроль за соблюдением ограничительных мер в регионе ужесточается. До особого распоряжения временно исполняющего обязанности главы региона вводят новую систему пропусков для автотранспорта. Все нюансы обсудили сегодня члены правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пока ситуация развивается стремительно и непредсказуемо, необходимо придерживаться режима самоизоляции. Одна из действующих в регионе мера ограничения межмуниципальных автобусных рейсов. Указ главы республики был подписан 3 апреля, но соблюдают его не все. За последние дни увеличилось количество нелегальных перевозчиков. Контроль ужесточается. Со вторника будут введены электронные пропуска. 21 апреля, то есть завтрашнего дня, у нас вводятся электронные пропуска для пассажирского автотранспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения. На сегодняшний день в базу заведено данные на 31 организацию, имеющих право осуществлять перевозки пассажиров и багажа по пригородным сообщениям. Получить документ возможно на сайте пропускап.ру. Процедура максимально упрощена и в то же время защищена. Легитимность перевозок будут проверять сотрудники ГИБДД по специальным QR-кодам. Поручение в Рио главы региона наладить эффективно работающую систему. Сегодня согласовались с коллегами из МВД, ГИБДД и Росгвардии процесс контроля, ну и конечно же принятие решения об необходимых мероприятиях, если будут случаи нарушения. По умолчанию пропуск формируется сроком на сегодняшний день до 30 апреля 2020 года. О решении заявитель оповещается по электронной почве. В случае положительного решения высылается пароль доступа к системе. В случае, если пропуск не подтверждается, то соответственно сотрудник ГИБДД имеет право составить акт об административном нарушении на правительстве Минтранса. В минувшие выходные правительство страны пересмотрело список отраслей, пострадавших от коронавируса. В перечень добавлены магазины, торгующие одеждой, обувью, автомобилями, а также зоопарки и музеи. В кабинете министров региона не исключают возможности дать добро на открытие парикмахерских. Олег Николаев отметил, что готов подписать распоряжение, только если бизнесмены будут соблюдать санитарные требования. На решение вопроса в Рио главы региона отвел три дня. Чтобы эти предприятия четко фиксировали своих клиентов, чтобы администрации муниципалитетов в ежедневном режиме получали информацию, как работают эти организации. То есть, речь о чем идет? Если мы, я выше обозначал, что мы имеем серьезную рисковую ситуацию неконтролируемого распространения новой инфекции, если мы с вами будем видеть, что ситуация контролируемая, тем более за два дня еще мы увидим саму динамику, мы тогда соответствующее решение сформулируем. От коронавируса страдает не только малый бизнес, но и крупные предприятия. При закрытых границах задерживаются поставки комплектующих из-за рубежа. Также отмечено снижение индекса производства текстильных изделий, связанное с дефицитом, в первую очередь, сырья, которые в основном импортируются, ну и в связи с ослаблением рубля подорожала стоимость порядка на 20%. Прогнозируется снижение заказов во многих отраслях промышленности. По итогам 2020 года отгрузка будет на уровне 275 миллиардов рублей. Прогнозируется и снижение доходов в республиканском бюджете. По мерам, то что напрямую связано со срочкой по налоговым платежам, по тем отраслям, которые были первоначально приняты, 665 миллионов ожидаемое снижение. Но с учетом того, что в том числе в субботу было принято дополнительное решение по расширению, мы совместно с Федеральной налоговой службой оценим этот объем. Для поддержки регионов в федеральном центре уже принято решение о переносе выплат бюджетных кредитов. Средства должны быть направлены на реализацию антикризисной стратегии. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Вильев и Андрей Шоклев, Республика.